Новосибирский государственный художественный музей сегодня пополнил свою коллекцию. Мастер-камнерез Дмитрий Мертвецов передал учреждению ростовую статуэтку легендарного летчика Александра Покрышкина в масштабе 1 к 10. Фигурка из редкого минерала черного нефрита стала уже десятой работой мастера, подаренной музею. Подробности в сюжете Дмитрия Антипова. Фигурка точно воспроизводит фотографию 42-го года, на которой знаменитый летчик еще не стал советской легендой. В этом и был авторский замысел – показать земляка именно простым солдатам, который сражался за родину. Хотелось сделать именно сочетание униформы летчика и образ Покрышкина в бою. Это конкретно, он просто только что вышел из боя и скидывает парашют. Вот это и реализовалось. И причем сделать это, чтобы фигура относилась к первому периоду войны. Это был самый тяжелый, сложный период. Причем сам Александр Иванович говорил, кто первые два года не воевал, тот войны по-настоящему не видел. Это его слова. Замысел создания именно такой фигурки пришел автору уже давно. Однако на пути к осуществлению было несколько препятствий. Первое и самое важное – раздобыть достаточно черного нефрита. Это довольно редкий и дорогостоящий материал. В России его в небольшом количестве добывают на Дальнем Востоке. Благо, нашлись спонсоры. Мы помогали материально, нужны были какие-то поездки, чтобы собирать вот эту фактуру. Мы во всем в этом помогали. Ну и, собственно, покупка, поездки, забывать где это. Ну, конкретную сумму мы, честно сказать, даже сами еще баланс не подводили. Создание фигурки заняло автора шесть месяцев. Такие сроки связаны со сложностью обработки нефрита. При этом фигурку вытачивали из цельного куска. То есть, если что-то срезано, обратно не нарастить. Однако старания автора не прошли даром. И изображение знаменитого новосибирца заняло достойное место рядом с другими работами Дмитрия Мертвецова. Дмитрий Антипов, Артем Валевич. Новости ОТС.